Они, условно, к нам попали несколько документов, целый ряд документов, рассказывающие о его деятельности во время войны. Он не только спас одного еврейского солдата, но он еще был членом подполья, активным членом. И после этого, по чистой случайности, удача, я нашла в нашем архиве заявление этого самого еврейского солдата, его звали Иосиф Коган. Оно было написано в 1992 году. И очень подробное воспоминание о том, что с ним произошло во время войны, на несколько страниц от руки написанный текст, в котором совершенно явно не были написаны для... Они были написаны как воспоминания, не с целью... Он не обращался, собственно, в Яд-Вашем с какими-то просьбами. Он просто описал то, что с ним происходило. И он очень хорошо и очень трогательно описал эту помощь, которую он получил от ярмянского врача. Он называет его по имени. После войны они даже встречались пару раз. И вот, собственно, это то, что позволило нам закончить процесс работы над делом и признать этого благородного человека правильником народных мерок. То, что интересно, в своих воспоминаниях командир партизанского 1-го отряда, который освободил Францию, да, Южную Францию, Аркадий Газарян, пишет, что там Арутюн спасал не только одного Когана, так у него было там несколько евреев, которых они там спасали. Но, к сожалению, эти имена у нас не сохранились. Был какой-то Миша, там какой-то, то есть Миша, Михаил, не знаю. Там они все переименовали имена, чтобы были рядом с армянами, чтобы их там не убивали фашисты. Вот то, что интересно, вот есть ли у вас какие-то связи с институтом геноцида Армении? Потому что я, как слышал, у них тоже есть очень много информации по этой теме. Но у нашего отдела нет связи. Нет такого связи. А в будущем можно какое-то... Как можно это сделать по-вашему? Я думаю, безусловно, если этот институт имеет материалы, которые могут заинтересовать Ядваше, конечно, это будет только приветствоваться. У меня есть одно имя и фамилия, вот они мне передали совсем недавно. Вот человек, который именно очень много хорошего сделал для юрийского народа. По-моему, фамилия Терян его. Вот. И, в общем, я вам могу передать, если у вас какая-то информация есть, вот можно думать об этом. И недавно я получил еще информацию от киевской общины, армянской общины Киева. Там зампредседатель и пресса Атташе армянской общины. Он сам историк. И у него несколько собраний книг. И именно вот история киевской общины Армении, как они во время Холокоста спасали евреев. И у них там несколько имен уже есть, которые могут свободно стать праведниками мира. Я буду только рада получить материал. Это наша работа. Мы ответственны и с удовольствием это делаем. Катя, вот такой вопрос. А сколько в целом людей в год? Есть какая-то статистика, яд вашим которых признают как праведниками мира? Ну, мы не ведем годовую статистику. Мы ведем общую статистику о всех праведниках. Как я, если я правильно помню, на сегодняшний день у нас около 25 тысяч людей во всем мире признаны праведниками народов мира. Теперь в год, так по моему опыту, примерно признаются 400 человек, чуть больше, иногда чуть меньше. Решение о признании того или иного человека праведником выносит комиссия. Это делаем не мы в отделе, а есть комиссия, работающая на общественных началах. Члены которой, часть из них, сами пережившие Холокост, очень пожилые люди, с большим опытом. Часть историки, общественные деятели, которые приходят в свое свободное время. Раз в месяц они собираются на комиссию, каждый приносит материал, посланный ему из отдела заранее. И каждый рассказывает на основе личного опыта, на основе того, что ему пережил, либо прочел, либо изучал. Докладывает случаи спасения, которые мы ему предоставили, и комиссия общим решением принимает, голосует, если необходимо, либо принимает единогласное решение о признании или не признании того или иного человека, той или иной семьи праведника и народов мира. Ваша работа очень тяжелая, конечно. Каждый день листать историю и по отдельности изучать трагедию личности, людей, которые видели тяжкую жизнь, страдали. Взять им жизнь, арутина, хотя трена, человек, который спас евреев, потом несколько лет провел из-за того, что он спас евреев и был там в плену, провел несколько лет просто в Сибири и в изгнании, и вы знаете, что это такое, когда врач с таким именем в Армении, человек, который очень много сделал тогда для партизан, спасал очень много жизней, а они потом из-за того, что спасали евреев, оказывались в Сырке и в Сибири. Вот для Вас нетрудно каждый день листать вот такие истории. Вы любите свою работу? Я очень люблю свою работу. Я работаю здесь, на этом месте, 20 лет. Я получаю моральное удовлетворение от того, что я делаю. Я считаю, что это важно. Я считаю, что это важно помнить. Я помогаю сохранить эту память, которая, может быть, без нашей работы была бы быстрее забыта. Так мы несем ее дальше. После того, как этот материал обработан и стал известен общественности, дети могут учиться на примерах мужества, на примерах того, что можно вести себя по-другому, даже если ты знаешь, что тебя ждет наказание за твои поступки, даже если это не так, как требует от тебя высшее руководство или те, кто сегодня стоит у власти. И я считаю, что это очень важно. А то, что, к сожалению, такая судьба, как у доктора Хачатряна, я бы сказала, послевоенная судьба, она даже характерна где-то, особенно для территории бывшего Советского Союза. Я многое часто встречаю, вижу случаи, когда спаситель, сделавший так много для еврейского народа, да и, собственно, вообще для совести всего человечества, после войны оказывается в изгнании, в наказании. И его жизнь как бы не становится лучше от того, что он сделал. То есть никаких благ от его поступков, к сожалению, часто не случилось, а случилось ровно наоборот. Ну, как правило, и люди, которые шли на такой шаг, на такой риск, списать евреев, они, собственно, не думали о том, что им как-то это отплатится добром, да? Они делали это, потому что так им велела их совесть. И самое последнее, хотите что-то добавить от себя, допустим, можно сказать людям, те, которые либо знают такие истории, либо их родственники, или дедушки, бабушки знают, мы можем сделать маленькое обращение, допустим, к людям, которые знают, и которые помнят. Ну, конечно, конечно. Это очень важно. Я бы хотела сказать, что Яд Вашем собирает любые сведения о случаях помощи евреям со стороны неевреев. И неважно, если даже эти сведения скудны, да? Если, например, мы можем иногда не знать имени спасенного, потому что оно забылось со временем, либо мы можем не знать какие-то обстоятельства. И даже если это дело не будет доведено до конца, по крайней мере, мы сохраним сам факт информации, сам факт того, что случай произошел. Хорошо, спасибо. Спасибо.